всем привет как-то недавно меня попросили сделать замерзание персонажа в зависимости от одежды и так далее да то есть то что прям зависимость то что человек если допустим персонаж практически не одет или же одет но не плотно допустим ночью он начинает замерзать в данном случае давайте приступим ну во первых персонажа давайте создадим какую структуру так создадим несколько переменных которая будет отвечать за это все действие да ну во первых здесь персонажа нету жизнь до этой очки п.п. давайте поставим вот переменную сделаем еще одно данном случае будет пара и переменная это у нас температура персонажа так назовем темп player она будет тоже флот и создадим несколько строк значения да там во первых это у нас начнем с виджета вот я сделал вот такой вот виджет внизу у нас показывает насколько персонаж одет по сути да то есть если полная ему ничего не страшно ну или теоретически ничего не страшно если у него мало одежды допустим или рваная одежда и там уже сами определитесь он начинает терять здоровье сверху у нас является здоровье изначально давайте поставим у персонажа хп компайл сделаем хп у нас будет 100 ну как бы значение 100 у персонажа это самое необходимое темп player это у нас температура но зависимости от одежды пусть будет 5 процентов темп player у нас тоже будет 100 значение максимальная то есть из этого будем как говорится плясать так ну и давайте создадим у персонажа чтобы ему сразу показывался виджет чтобы мы его могли видеть это у нас темп в этом сделаем промоуту верей был чтобы мы могли где-то ее вытаскивать если необходимо создаем переменную чтобы мы могли пользоваться это viewport далее мы уже должны создать как раз таки наши функции которые будут все считывать пусть во первых это нашем виджете давайте сделаем здесь несколько функций во первых одна функция нам будет показывать температуру персонажа и вторая он наше здоровье да так они и будут называться темп п.п. мы будем мы не будем принимать из персонажа несколько раз туда-сюда вертеть как говорится просто будем подавать сюда значение необходимые в самом персонаже уже кп это сколько персонажа будет здоровья так у нас постпроцесс прогресс бар точнее у нас это первый да это у нас здоровье значит мы вытаскиваем первый год вытаскиваем set person показываем проценты соединяем делим наше значение на 100 потому что наше значение прогресс бара всего лишь от нуля до единицы у персонажа хп 100 то есть мы подаем максимальное значение единица сюда ну так же можем сделать еще что если вдруг мы нечаянно увеличили хп на большое количество мы на всякий случай здесь сделаем кв чтобы прям стопроцентно ограничить от нуля до единицы ну и так же давайте сразу проверим проверим что у нас получается значение если она управляется и нулю по сути да значит персонаж по сути умер так и создадим до выделим вот это и output мы добавим параметр буллин это у нас будет dead мертвец так копируем ставим его сюда дубликатом если значение равняется нулю то есть персонажа хп 0 соответственно мы галочку dead ставим так теперь переходим на темп здесь почти аналогичная схема только мы прогресс бар 0 берем set percent здесь мы тоже так же подаем наш флоу до значения это у нас температура персонажа будет приходить тоже так же будет делиться у нас значение 100 так же можем через клэмп вывести что конкретно ограничить все и по сути да ну и так же мы можем вызвать output но без всяких значений чтобы было какое-то продолжение да все таки было мы могли после этого так скажем этой функции продолжать так скажем дальнейшие действия какие-то так с виджетом мы по сути закончили давайте быстренько посмотрим и давайте сразу сюда запишем сколько виджете значение да это во первых у нас значение пп мы вытаскиваем из виджета нашу функцию хп подаем сюда значение хп персонажа и она уже все выведет так далее мы также из виджета вытаскиваем значение функцию точнее темп и подаем температуру персонажа температура этого образа так данном значение все давайте запустим все у нас полная хп и пять процентов одежды показывает все отлично и давайте теперь на тик мы будем вешать кое-какие изменения да то есть мы будем считывать у персонажа те же самые температуры то есть мы берем переменную нашей нашего виджета также вытаскиваем функция температура подключаем ее можем тик если необходимо до ограничить на 02 допустим 01 но так чтобы он не каждый кадр работал прям какие-то определенные значения давайте 01 поставим также мы вытащим отсюда значение здоровья функции определения здоровья персонажа подаем ее сюда температуру подаем сюда то есть мы каждую секунду будем уже считывать но по сути здесь можно было не ставить но заранее так далее мы должны определять у персонажа изменения вот смотрите есть такие штучки как одежды да это отдельные экторы у которых есть коллизия при заходе персонажа в эту коллизию он соответственно будет выполнять какие-то действия в данном случае мы проверяем что зашел в персонаж просто делаем допустим каст в данном случае у меня third person character но и здесь мы как раз таки должны подать значение прибавление одежды к нашему персонажа пусть здесь будет такое же наименование переменной у нас темп это у нас будет значение float так как у персонажа давайте переставим у персонажа температура float далее мы должны во первых сделать компайл записать значение допустим футболка да это у нас футболка пусть количество надетые на персонажа одежды будет равняться десяти процентов ну или давайте пусть путь 15 процентов как будто бы он одевает ему становится теплее учитывая что смотрите все это учитывается сколько у вас одежд что максимально при всех одеждах у вас получилось сто процентов то есть если у нас футболка 15 шапка представим что у нас значение равняется там пяти или семи да то есть далее у нас у кофты тоже какое-то значение штанов какое-то значение то есть они все должны максимально равняться 100 но это при улучшенных условиях можно и более но виджет у нас будет воспринимать как вы понимаете до максимально значение 100 здесь мы тоже можем по сути проверку сделать если это у нас больше чем 100 тогда мы будем выполнять какое-то до действия то есть не не выполнять либо мы можем здесь также записать вот это переменную и если у нас значение наших одежд будет больше чем 100 в данном случае мы допустим перезапишем это поставим максимально 100 и далее допустим выполним вот это так темп здесь возможно как-то сыграет неправильно но надо протестировать возможно do once можно будет поставить с ресетом каким-нибудь определенным но и здесь уже поиграем так давайте продолжим с нашей футболкой у нашей футболки у нас есть значение температуры до которая мы поставили уровень и 15 и в персонажем мы должны сейчас создать функцию которая будет как раз таки прибавлять значение температуры то есть управлять температуры давайте пусть это то есть мы добавляем температуру в данном случае мы просто берем наша температуру делаем плюс и записываем ее при условии что мы не будем уточнять что здесь максимально 100 если вы там хотите как-то сделать по-иному если не хотите здесь делайте клэмп и максимальное значение 100 минимальная 0 так также нам надо будет еще сюда подавать значение до в данном случае это у нас это то есть это к значение которым мы будем уже подавать вот нашей одежде давайте вытащим отсюда это у нас одежда уже функцию из персонажа который мы только что создали и мы подаем сюда просто температуру данной одежды но и для того чтобы она уничтожилась ответственно мы делаем destroy это так давайте быстренько все это мы скопируем на шапку и допустим на кофту здесь мы все то же самое входящий actor это наш персонаж и следа туда выполняем функцию так температура здесь у нас будет равняться так как это у нас шапка пусть будет 7 до принципе достаточно и также мы на кофту записываем температуру пусть будет 35 кофта у нас будет теплая давайте сразу проверим так здесь у нас все компайл сейф одежда у нас как видите каждая одежда у нас прибавляет но мы же не можем допустим не знаю четыре куртки одеть ну или можем я не знаю все зависит как если вы не хотите что персонаж мог все одежды одеть сразу допустим три шапки или там еще что то да соответственно это надо как-то ограничивать но давайте попробуем сразу все это ограничить данном случае нам надо функции подъема одежды то есть добавление температуры давайте сразу и проверим чтобы у нас у персонажа при низких температур низкой одежде теряло здоровье давайте сразу создадим п так это у нас пусть дел фп удаление здоровья данном случае мы будем определять сколько здоровья у у нас чего точнее температура у нашего персонажа пусть это будет температура мы будем делать с несколькими видами допустим если у персонажа будет одежды допустим меньше или равно какому-то значению у него будет уменьшаться определенное количество здоровья да допустим меньше тридцати пяти процентов одежды мы будем вычитать здоровье так и записывать здоровье да допустим если меньше тридцати пяти пусть это будет у нас 0 5 при условии что я поставил каждые 0 1 секунду таймер чтобы отрабатывал то есть это учитывайте да это учитывайте что каждый 0 1 секунды у нас будет 0 5 это вычитаться ну возможно чуть поменьше можно сделать также мы можем продолжить значение но здесь кстати надо добавить еще кое-что то есть нам нужно учитывать что значение меньше тридцати пяти допустим и второе у нас будет 70 так и здесь мы добавить должны чтобы он учитывал и это и это одновременно так ну здесь мы все то же самое копируем допустим будет вычитаться я не знаю 0,05 может быть нормально то есть от 35 до 70 при условии что замерзание какие-то идут так это мы тоже копируем и ниже просто выставим то же самое только с небольшими изменениями от 70 до 100 так как у нас температура меньше равня 100 но меньше 70 так у нас здесь некорректно я же не то поставил здесь мы будем вычитать я не знаю но целых одну тысячную пусть будет скорее всего прям достаточно хорошо и это функцию мы должны поставить на тик давайте вытащим ее на тик сюда мы должны подать температуру персонажа давайте проверим как это работает так у нас на здоровье уменьшается давайте посмотрим одежду накидаем да у нас сейчас получается где-то меньше 70 сейчас полная и практически здоровье не уменьшается все отлично но как если вы допустим хотите чтобы при одевании перса персонажа было определенно ограничено как-то мы должны вот в эту функцию по сути подать какие-то значения пусть это будет у нас name то есть мы должны определять что персонаж одел допустим если это была кепка шапка мы допустим будем проверять что это шапка это не здесь name имя будет наименование одежда да и мы будем сверять ее если это шапка шапка то бранч выставляем если до делаем увеличение но при этом смотрите нам нужно еще проверить что у нас шапка не была уже подобрана то есть персонажа нам нужно еще создать несколько переменных которые будет как раз таки отвечать что это были шапка пусть давайте сделаем дубликат это у нас футболка еще раз дубликат так переключил на это еще раз дубликат допустим это будет корта то есть мы здесь уже должны записать что у нас шапка принята мы уже ее одели при этом мы должны сверить что это бывает реально шапка то есть мы здесь должны поставить and и и проверить что шапка у нас не равняется булиновой переменной not булин если она уже будет равняться уважение true мы здесь уже не сможем выполнять это все ну и теперь продублируем это все только уже здесь мы будем сравнивать что это не шапка допустим это футболка а здесь у нас будет кофта также мы булиновские перементы переменные должны здесь изменить так это у нас футболка это у нас кофта и наших одеждах мы тоже должны подать вот сюда значение в данном случае создадим еще одну переменную пусть это будет name и подадим ее сюда компайл пусть это у нас это у нас футболка до наименование у нас должно быть такое же которое мы там проверяют если она будет не совпадать она не будет работать давайте сразу откроем имя так здесь мы тоже самое name name компайл кидаем соединяем и на кофте здесь у нас кофт здесь у нас шапка надеюсь у нас значение ими совпадает как вы помните когда мы подбирали одну шапку вторая у нас тоже прибавляла в данном случае она не прибавляет мы прибавили одежду так она у нас не прибавляется потому что температура так кофта температура 35 35 значит где-то это персонажа не да я здесь персонажа не подал значение и здесь я тоже не подал давайте подберем футболку футболку вторая не должна придать дополнение ну и одежда вот я максимальное значение собрал и все на на этом у нас как говорится все смотрите чтобы вообще допустим если вы хотите только ночью у нашего персонажа где удаление здоровья да и идет здесь мы должны конечно поставить брать ночь который будет проверять сейчас ночь идет или нет если да это булиноско переменная естественно будет мы можем ее записать в самом персонаже конечно но желательно это в определенном месте давайте это пусть будет где-то в другом месте но я сделал сделаю здесь так как у нас сейчас булиноско переменная полз запущу кп у нас не будет уменьшаться когда тру начнет уменьшаться то есть если вы сделаете на уровне допустим был принте уровня запись допустим то что у персонажа вот я как раз таки поставил персонажа да вытаскиваем допустим из нее самую переменную set ночь давайте сделала delay чтобы когда мы появились у нас не не было да и через пять секунд у нас включится ночь как будто бы так это я персонажа да не убрал да сохраняем еще раз проверяем вот через пять секунд у нас включится ночь и начнет уменьшаться здоровье все отлично все идет мы одеваемся сейчас здоровье уменьшается меньше но если бы у нас были бы еще штаны и допустим ботинки у нас бы практически не уменьшалось значение здоровья а на этом все до скорой встречи друзья всем пока пока пока